Я ничего не хочу. Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Вы понимаете? Я знаю, что там происходит. Лучше, чем вот сидящие здесь. И лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что там происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то, но дети еще гибнут. Они в чем виноваты? Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли, славянам, воевать здесь? Мы же на одно лицо. Мы же одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я знаю украинцев. Я там служил, я там работал. Ко мне люди проезжали, работали. С Запада они не враги. Они не такие плохие, как мы иногда говорим. Или вы говорите там на этих каналах. Давно пора прократить это. Уже никто не смотрит. Надо восстанавливать это. И это можно. Это можно. Но чем дальше, тем хуже. И я знаю, вы по Украине у меня спросите. Я вам скажу свою позицию на сегодняшний день. Все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал. Слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, они отмороженные нацмены с ружьем. Ладно, с ружьем. Им дадут ракеты. Вас не удивляет, что в этот момент НАТО и США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности? А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас там под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотим? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить. Да, без Америки никакая Европа, Меркель и Макрон проблему не решат. Но мы втроем решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать. Но для этого надо отказаться от этих нападок. Может быть, где-то что-то за скобки вывести? Может, где-то что-то простить на этом этапе? Слушайте, немцам же простили. 30 миллионов погибло. Почти забыли. Слава Богу, этого еще в наших отношениях нет. В этой войне этого нет. Так давайте делать шаги в этом направлении.